Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин и депутаты регионального парламента открыли уникальный для Калининградской области образовательно-интеллектуальный центр «Атмосфера». Он располагается в здании старинной школы поселка Муромское Зеленоградского муниципального округа. Проект реализован при поддержке Федерального фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и правительство Калининградской области. Оксана Сарина, кондитер из Калининграда, победила в региональном этапе программы «Мама-предприниматель». Полученный приз она вкладывает в открытие собственной студии полезных десертов без сахара, которая будет называться «Ксюнина радость». Предпринимательница уже занимается поиском помещения, чтобы предлагать продукцию не только через интернет. Итак, Оксана Сарина, основательница студии «Ксюнина радость». verdadeira B7 «Мама-предприниматель» Всем здравствуйте! Я называю Ксюня Нарадусь. Ксюня Нарадусь. Ксюня Нарадусь. Меня муж называет Ксюня. Все Оксаны, а я Ксюня. Я такая радостная, когда ты делаешь заседку. Я считаю, как будет Ксюня Нарадусь. Вот. И я представила проект. Я хочу, я считаю, как раз к этому вернусь. Свой небольшой оцепт по производству десертов из сахара, пшеничной муки, масла, беличные калории. Моя основная целевая аудитория это люди с ограничениями по питанию. Кому-то нельзя сахар, кому-то нельзя какие-то продукты молочные, яйца, кому-то нельзя пшеничную муку. Кто-то просто следит за своей фигурой и хочет свяжать половину со своих десертов, но не может от них оказаться. Вот это основная моя аудитория. Хотя я знаю, что всегда говорю, что мои десерты можно и нужно все. Вот. Сегодня попробуйте, немножко десертов я с собой принесла, я про них расскажу, на месте, когда мы будем пробовать, так будет здорово у меня. Что я использую? Как, собственно говоря, чем они отличаются от обычных десертов? В них нет сахара. Я использую проверенные безопасные сахароземители. Вместо пшеничной муки я использую смеси ореховые, ореховых, мука гидальная, тучная, овсяные отруби, сливочное масло я тоже не использую, низко жирные молочные продукты, а также шоколады без фахара. Тоже такие есть. Вот, собственно говоря, вот так. А в чем бизнес-модель вашего бизнес-модель? Как вы у нас ели? Вы продаете физикам продавать все-таки? Я уже немножко изучала этот вопрос, изучала спрос. Есть интерес у кофеи города, чтобы у них присутствовали такие продукты, потому что когда приходят люди хотят пить кофе и попробовать взять вкусненько, но нельзя в факторе таблетно тенегите, а при общей лекции не получила. Два из сочек, часто они не могут такое найти. И я хочу уходить на такие кафеи, но для этого мне как раз нужно открыть пороговый церк, получить декларацию теста на мою продукцию, и тогда я могу уходить на агентический вид. Вот. Это прямо одно из направлений, которое меня будет включить в этот проект и в бизнес-модель. А проводить мастер-классы и обучать отсутствовать те же самые повороты? Какие? За деньги. Повороты какие? За деньги. Пока я об этом не думала, но мастер-классы, да, я уже проводила творогового мастер-класса для девушек, называю свое мероприятие «ББДвижник», где мы готовим некоторые из них десерты, пробуем. По мне бывает приходят даже те, кто не раз не пробовал такие десерты, с стереотипным мнением, что это все невкусно. Пробуют, готовят и теперь меня заказывают. Скажите, пожалуйста, а стоимость вашей продукции? Потому что орехов, мука, это в общем-то дешевое, наверное, сырье. И потом, да, еще один вопрос, а какие у вас дети в качестве, и помогают ли они вам? Да, потому что, ну, какие идеи, так и то, сокращение. Ну, насчет стоимости. Я, конечно, как любой предприниматель, стараюсь покупать свое степье оптом, через закупки, использовать скидки, различные такие спорты, чтобы максимально снижать свою стоимость и не держать цену сильно задержанную. Хотя, действительно, стоимость моих десертов немножко выше, чем классическая. за счет, собственно говоря, злого сырья. Потому что, к сожалению, все, что у нас считается, относится к здоровому питанию, там, наверняка, не для вас на секрет, а в магазине, у нас при Граде есть комплекс здоровья, то там продукция дается дороже, чем в обычных магазинах на классические. Пирожные, десерты, масла и т.д. По поводу детей, да, у меня двое детей, по младшему 5 лет, старшему 10, и в мальчике в мальчике. Мальчик, мальчик. Вот. Ну, как помогают, стараются не мешать, кушают мои десерты. Как я сказала, не на проекте, и когда с Дойфилкос, едят ли они мои десерты. Едят, но и сильно много, потому что, к сожалению, наша система образования даст питание в садиках, в школах, обычно, и там, открываешь меню, там, чай, сахар, с маслом, сыр веки со сгущенкой, и они привыкли к этому вкусу, и детям сложно не выучиваться. Ну, и заключается от детей, которые говорят, что тебе нельзя этот костер обалкивать на здоровье. А старший ребенок, ему уже 10 лет, он уже переходит на десерты, очень любит клееры. Вот он видел, я делала профитроли, и говорит, мама, это нам, нет, это не нам. Очень настроился, да, я теперь поеду домой и делал свои вещи. Ну, мальчики вообще, в основном, в основном, не слабакалежки. Ну, очень. Мама, так вот, все. У меня вот старший мальчик, это мужество, потом мне страшно, все. Я, например, если один мужчина не стеркнусь, не упомянусь. У нас есть параллельные птички, и погодушки есть, а птички не есть. Я сама, вот, колешка. С чего началась моя история именно от полезного десерта. Я сама, колешка, и, если сладкое мне отражается на пить вешанинке, на коже, а маму, у меня диабет, и диабет, и диабет, и снижать надо снижание сахара и углевода. И как раз мои десерты начались с того, как раз снижать надежность необходимости, да. И оказалось, что, к сожалению, таких людей нет. И сейчас мы все чаще встречаем такое, что у детей нельзя молочить, у детей нельзя яйца, у меня же прям прям в пражке. и кондитеры хотят творцев набрать, так как все. Вот, я думаю, работаем с ними. Я думаю, больше нет. Спасибо. на секундочку, можно вас? Полторы минуты. Я делаю. Зачем? Для кого? по-моему, остальных. Я никого не ограничиваю, но, в основном, чтобы обеспечивать удовлетворенность сергами всех, даже тех, никому не тех. удачи вам. Спасибо.